Здравствуйте, друзья! Наконец-то весна вступает в свои права. У нас в Беларуси погода была настолько переменчива. Клематисы, наверное, только неделю назад, как открыла, постаралась при дождях, при дождливой погоде, подвязать к опорам, чтобы, видите, листочки были столько... Вот это клематисы второй группы обрезки, это президент. Они уже под укрытием начали выпускать листочки, и чтобы солнце... Видите, сегодня солнечный день, чтобы солнце не опаляло, поэтому в дождливую погоду постаралась привязать. Когда обрабатывала розы, также обработала и клематисы свои хорусом. И сейчас смотрите, что делаю. Они уже повыпускали побеги, эти клематисы сантиметров 5, и уже вот тут прям бутоны закладывают. Им сейчас нужно срочно питание. Но чтобы клематисы хорошо себя чувствовали, они это только в некислой земле. Нужно раскислить. Что я использую? Я, посмотрите, беру мел, 150 грамм мела на 10 литров воды. Он очень хорошо растворяется. Мел это карбонат кальция. Он ни с чем не вступает в реакцию, кроме кислоты. Поэтому я одновременно буду еще и удобрять. Значит, убрала весь... Ой, извините, видна тут я. Убрала вокруг весь мусор после зимы. Прорыхлила такую... Прорыхлила, посмотрите, вокруг канавку, стараясь не повредить корням. Ну и просыпала 100 грамм на куст клематиса. Это удобрение. Удобрение... Ну, у меня фертика. Фертика цветочная, весна-лето. Вокруг. Потому что им нужно сейчас выгнать вот эти... Вот эту зелень. Они к концу мая уже зацветут. Ну и немножко удобрения вот так вот присыплю. И вокруг пролью вот этим раствором. Каждое растение. Вот сейчас покажу, где я сделала и что буду делать дальше. И покажу, под каким укрытием они у меня зимовали. Вот это тоже клематис второй группы обрезки Мисс Бейтман. Видите, тут уже все... Ой, извините. Тут уже все вот сделала. И этим раствором мела пролила. Но сейчас, конечно, вот это нужно замульчировать, чтобы земля корой не становилась. Вот этой же землей вот так чуть-чуть присыплю. Если у вас есть перегной, я пока еще не набрала, можно вокруг замульчировать перегноем. Но пока перегноя нет, я просто землей присыплю, чтобы не образовывалась кора. А как они у меня зимуют? Вот эти клематисы второй группы обрезки. Я снимаю с опоры, скручиваю колечком. И посмотрите, вот под таким они у меня были укрыты. Тут были два ящика, чтобы их не придавило. И вот этим были как бы укрыты. Вот такие работы провожу с клематисами. Ой, вы понимаете, что видео у меня простые практически онлайн. Что я делаю, то я вам и показываю. Монтировать совершенно нет времени. Вот, видите, как бы это клематис пиилу, тоже второй группы обрезки. Старалась, как могла, тут подвязывала. Вот уже взрыхлила удобрение. Сейчас это вот так за это пролью и замульчирую. Ну, а когда у меня будет перегной, наберу конский перегной, у меня хорошо перепревший. Замульчирую и все вот тут, все вот тут. А потом сейчас нам нужно выгнать зелень нашим клематисам зеленую. А потом им для цветения срочно необходим, конечно, будет калий. Будем удобрять удобрением с большим содержанием калия. Чтобы были цветы яркие, большие, насыщенные. Ну, пока вот такие работы. Хорошего настроения, солнечных дней и мира всем нам. До свидания.